Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC с вами Теймур Атаев. Сегодня в рамках нашей передачи мы постараемся состыковать несколько тем и отдельные детали состоявшегося визита президента Азербайджана Аль-Хамалиева в Германию, рассмотреть некоторые аспекты связанного с сепаратизмом, имеется в виду в целом мировое пространство и отдельные нюансы по исламофобии, тем более что в Баку сегодня прошла крупная международная конференция. Эта тема действительно очень важна, мы видим различные сигналы в этом направлении и на первый взгляд может показаться, что эти темы напрямую друг к другу не связаны, однако при ближайшем рассмотрении мы увидим, насколько действительно здесь очень серьезные нити между этими темами. С нами сегодня Ниджат Гаджев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». Добрый вечер. Здравствуйте. И Азар Аллах Веранов, руководитель юразийской платформы гражданских инициатив. Добрый вечер. Да, мы вас не слышим, Азар Малим, если можно, микрофон. Добрый вечер, что вы. Здравствуйте. Рады, что вы нашли время сегодня подключиться к нам. И первый вопрос у нас как раз к вам, Азар Малим. На итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Олаф Шольц, назвав Азербайджан партнером для Германии и Евросоюза в целом, значение которого возрастает, подчеркнул заинтересованность Берлина в мирном разрешении армяно-азербайджанского, как он выразился, конфликта. При этом, как и президент Германии, он признал территориальную целостность Азербайджана, озвучил готовность Германии оказать поддержку в решении этого вопроса. В частности, отметил, что Берлин поддерживает миссию ЕС в Армении, и в ответ на вопрос одного из журналистов подчеркнул, что Германия не признает самопровозглашенному сепаратистского образования в Карабахе. На ваш взгляд, нет ли здесь как бы опосредованного обнародования Берлином намерения стать посредником в этом вопросе, чтобы закрепиться на Южном Кавказе? Ну, да, интересное высказывание было сделано со стороны Оуфа Шольца. Но дело в том, что, в принципе, да, Германия всегда же высказывала мнение относительно того, что она признает территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении. То есть, там нет никаких открытых вопросов, над которыми сегодня можно было бы, скажем, ломать, грубо говоря, голову в кавычках. Но дело в том, что, да, безусловно, Германия – это та страна, у которого Азербайджана на Южном Кавказе очень тесные взаимоотношения. Даже тот же самый экономический показатель, товарооборот и все остальное, даже по всем этим параметрам Азербайджан во много раз обогнал и Армению, и Грузию, даже вместе взяты, если взять в планах внешнеэкономического сотрудничества с Германией. И, безусловно, для Азербайджана Германия сегодня является достаточно таким важным партнером на Южном Кавказе и не только в контексте внешнеэкономического взаимоотношения или же внешнеэкономических отношений. Дело в том, что Азербайджан всегда находилась в поле зрения у Германии, да, и то есть исторические точки зрения так всегда бывало, начиная там с середины XIX века и в XX веке тоже самое было. Но вот XXI век он все-таки ознаменовался тем, что Южно-Кавказские республики начали строить свои взаимоотношения со странами Центральной и Западной Европы, если взять в более расширенном формате с Европейским Союзом, в более тесных взаимоотношениях. Дело в том, что и программа Восточного партнерства, куда включены в том числе и Республики Южного Кавказа, и очень много различных меморандумов соглашений с Европейским Союзом, между Европейским Союзом и Азербайджаном, то есть это как раз-таки тот целый набор тех инструментов, которые сегодня реализуются во взаимоотношениях Азербайджана и Европейского Союза, в том числе и с Германией. То есть фактически несколько направлений, как раз вот то, что вы говорите, мы видели и с одной стороны и бизнес-встреча, которая имела место, и политический фонд. Да-да, вот как раз-таки я хотел бы акцентировать внимание и на выступлениях господина президента Ильфа Малиба, который непосредственно указал на ряд очень важных моментов, в том числе и касательно того, что сегодня, в принципе, для нас Германия, будучи одной из двух основных стран Европейского Союза, считается достаточно таким активным союзником в плане разрешения многих вопросов, в том числе и геополитических на Южном Кавказе. То есть интересных для Азербайджана тоже в том числе. Но, естественно, интересных и для Германии. То есть с учетом энергетической безопасности, с учетом новых маршрутов, с учетом транспортных и логистических возможностей Азербайджана. То есть есть моменты, над которыми работают обе стороны. Но для Азербайджана в этом плане, конечно же, в первую очередь интересны те вопросы, которые непосредственно связаны с привлечением дополнительных инвестиций, в том числе и от немецких компаний, которые захотели бы, скажем, начать такое хорошее инвестиционное вложение в наши территории, которые были освобождены во время 44-дневной войны. Это с одной стороны. Но с другой стороны, Германия тоже прекрасно понимает, что в Азербайджане очень такое благоприятное поле имеется для инвестирования. Тем более, что Азербайджан сегодня четко заявил о тех инфраструктурных проектах, которые мы сегодня реализуем на освобожденной территории. И во время вот этой встречи, во время вот этой поездки тоже эти вопросы, как раз-таки вот эти проекты, ну, скажем, мегапроекты в контексте регионального масштаба, как бы вот об этих проектах было бы сказано особое мнение. Естественно, немецкие компании тоже заинтересованы активно, участвуют в этом процессе. Но для нас есть еще другая поднагодная этого процесса. Она непосредственно связана с тем, чтобы все больше как бы подать возможность укрепиться Германии на Южном Кавказе. Именно с учетом того, что сегодня Франция активно пытается влиять на ход событий на Южном Кавказе. То есть в этом плане как бы, ну, мы знаем, Германия, Турция, Азербайджан, это как раз-таки те три республики, которые имеют очень тесные взаимоотношения, с учетом того, что большая... Тем более, здесь исторические, исторические, конечно... Да, да, вот как раз в случае. Для того, чтобы как бы приравнять баланс или же даже поменять его в пользу Германии, которая, в принципе, с нами очень в тружественных отношениях. То есть очень много там всяких позитивных аспектов этих взаимоотношений. И в основном чисто экономического характера. Это вспомним те же самые технологии, которые Германия продает для Азербайджана, вспомним те элементы, которые связаны с совместной разработкой научных достижений и так далее. То есть в различных направлениях. То есть для нас Германия это тот партнер, который заинтересован в развитии Азербайджана чисто экономическом плане. Естественно, развиваясь экономически, усиляясь и так далее, Азербайджан становится достаточно таким активным участником не только на Южно-Кавказском регионе, но и на Евразийском континенте. Как раз вот Шульц именно об этом и сказал, что в начале были приведены его слова о том, что это и партнер, и фактически партнер на будущее. И отдельно Германии, и Евросоюз. И в продолжении того, что вы говорите, сейчас хотелось бы услышать вас, Ниджат Налим, но чуть-чуть в несколько в ином направлении, скажем, очень подробно рассказал Азербайджан именно экономически, политическую составляющую вопроса Азербайджана и Германии взаимоотношений через призму возможного присутствия более официального, скажем, Германии на Южном Кавказе. Но что интересно, подчеркнул Ильхам Алиев недопустимость любых форм сепаратизма, причем он сказал опять-таки на пресс-конференции по итогам беседы с Шульцем. И здесь же он актуализировал важность демонстрации единой позиции в отношении сепаратистских тенденций. Это очень четкая такая была ремарка, потому что мы видим, насколько однообразно происходит по оценке сепаратизма на территории Азербайджана, и с другой стороны мы видим совершенно иную линию, скажем, во Франции. То есть, когда со стороны МВД Франции в прошлом году заявлялось конкретно, что Корсика была, если будет французской, то есть это воспринимается нормально, когда президент Азербайджана говорит, Карабах это Азербайджан и восклицательный знак, это воспринималось в отдельных кругах Запада очень негативно. С другой стороны, говорится о неделимости Франции в преломлении корсиканским событиям, и в то же время, когда говорится о необходимости обеспечения территориальной ценности, появляются непонятнейшие фразы о самоопределении, так называемом, этом пресловутом принципе. Вот на ваш взгляд, в чем здесь, ну скажем, суть? Ну, на самом деле, у Европы давно есть двойные политики двойных стандартов, они используют, это достаточно очевидный факт, и в отношении, допустим, других стран, допустим, Азербайджана, или, допустим, регионы Южного Кавказа, тут у них есть определенные свои геополитические, экономические интересы, тут они могут заигрывать и с сепаратизмом, и так далее, да. А в отношении себя у них жесткая оппозиция, и даже этим корсиканцам, кстати, они этнические итальянцы, если что, в отношении них, вот это вроде бы как бы Европа, цивилизация, светочи мира, они распространяют законы, правоту и так далее, они против них принимают очень жесткие меры и не дают им самовыражаться. В то время, допустим, как после 44-х неравной войны президент Алиев заявил о том, что мы готовы там предоставить культурные права какие-то. Ну, то есть все права гражданские, как и другим меньшинцам. Ну, вот культурные права имеют все, да, во всем мире все народы имеют культурные права на отдельные, допустим, вещи, да, праздновать какие-то свои праздники, да, условные. Те же самые итальянцы в Кортике всегда праздновали свои какие-то национальные традиционные праздники. Сейчас этот вопрос во Франции ставится по-другому. Но в отношении Азербайджана, у французской политической элиты и группы исторически сложилось так, что они им то ли сочувствуют, то ли, я не знаю, хотят через них самооправдаться в регионе Южного Кавказа. Вообще-то нужно понять, что с конца 19-го, начала 20-го века Франция активно продвигала эту армянскую повестку. То есть сначала на территорию Османской империи, да, мы вспоминаем, у них там было несколько проектов было. Одна из них была в республике Келькия, это современная Адана в Турции. Потом была еще одна Армения, у границы которой должны были быть по северским. Ну, там подмандатные территории. Да, 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 огромную они Армению создавали на территории Османской империи и развивали там сепаратизм. Это они нашли как форму правления и давления, и уничтожения, да, своих каких-то геополитических и возможных конкурентов. Так они убрали Османскую империю, то есть по итогам Первой мировой войны. Сейчас против Азербайджана они, естественно, Азербайджан это не Османская империя, не имеет таких амбициозных проектов. Тем не менее, в регионе Южного Кавказа старые нарративы вековой, даже двухвековой давности в отношении армян и стран региона, они остались такими же самыми. Ну, здесь вот вы говорите об истории, Азербайджан говорил об истории, здесь как раз история показала, что Франция, в принципе, она позорно вернулась из Османской империи. То есть даже с Турцией, уже с новой Турцией, это 1923 год. Абсолютно верно. Она, и с Айспико, это 16-й год, если мы будем вспоминать эти договоры, и, то есть, фактически, это Киликия и так далее, они проиграли все. Они и сейчас, вот мы, если тоже проанализируем вот эту связку 19-й век, начало 20-го и 21-й век, они проиграли практически уже и Сирию, хотя ее считали себя всегда своей, и мы видим то же самое в Африке, мы видим то же самое Южный Кавказ, хотя у Франции создали такие условия в лице президента Азербайджана, да, когда он официально присоединился уже к беседе троих в Праге, и после этого началось вот торпедирование вопросов. То есть история показывает, что именно вот эта вот позиция Франции, она не приводит для добра для самого уже официального Парижа. Ну, давайте подойдем к вопросу вот так, да, да, эта политика не дает им особых результатов, и в этой связи сдерживание этой агрессивной, напористой, геополитического давления Франции, визит президента Азербайджана в Германию был, я считаю, что на самом деле очень важным. Знаковым. Да, тут нужно отделить сразу два компонента. В первую очередь это Германия как экономический партнер Азербайджана, и азербайджан скорее всего, я так считаю, и по оценкам разных аналитиков, экспортов, которые я читал, Азербайджан будет открываться для немецких промышленных компаний. Логистика играет в пользу Азербайджана. Азербайджан находится на очень важном, логистическом важном регионе. То есть это открыт выход и в страны Ближнего Востока, и в Персидский залив, оттуда в Индию. Это выход и в Центральную Азию, и оттуда в Китай. И с другой стороны, у Азербайджана есть все базовые основания для того, чтобы быть новым драйвером экономического роста, в новых условиях, в которых мы оказались, в данной геополитической ситуации, в которой мы видим, что есть в мире и в регионе. Мы видим ситуацию на Ближнем Востоке, мы видим ситуацию в Украине. Поэтому с точки зрения нового экономического роста, нового экономического порядка, встреча президента с именно экономическим блоком Германии, а как мы знаем, Германия — это экономическая основа Евросоюза. Если политически все больше и больше активничает Франция. Это очень долгое есть объяснение. На самом деле, после Второй мировой войны у Германии есть очень такой комплекс, есть комплексы, есть синдром определенный проигравшей страны, у них есть страхи внутренние и так далее. Поэтому в Евросоюзе главным геополитическим, политическим, военно-политическим игроком является Франция. На это есть и малозуливое добро Берлина. Но все геополитические амбиции Франции, которые она сейчас строит, от имени Евросоюза в том числе, она строит на фундаменте немецкой экономики, который, грубо говоря, платит за это все. То есть мы помним греческий кейс, когда Германия, собственно говоря, деньгами своих многопластичков спасла расплату Евросоюза и выход в Грецию. Ну, во всяком случае, по Южной Европе действительно мы эти моменты помним. Но все же то, что мы видим, вы говорите, насколько Франция сейчас составляет политическое лидерство, а здесь тоже далеко не так однозначно, потому что мы видим роль и Великобритании, если не говорить в целом о Евросоюзе, а говорить о европейском континенте. Именно ЕС, потому что Британия вышла. Ну, там тоже такое... Конфигурация у него несколько поменялась. Британия была сдерживающей Франции. Да, но там тоже такой момент. Даже вот сейчас то, что Макрон мы видели, он пробивал именно в Праге европейское политическое сообщество. На данный момент пока его особо не поддержали те страны, которые хотел бы он во всяком случае туда включить. И те поражения, которые он терпит даже на российско-украинском треке, когда попытка то заигрывать с Киевом, то заигрывать с Москвой, то же самое мы видели на фоне происходящего успешного саммита контактной группы по COVID-19 в Баку движения присоединения. У него были провальные турнеи по Африке. Сейчас вот в продолжение этой темы, что вы раскрыли. Азербайджан, хотелось бы чуть-чуть и направление нашей беседы сейчас подвести и несколько к другому ракурсу, но в связке с тем, что обсуждается в первых вопросах. То есть не раз видели попытки придания со стороны Запада агрессивным устремлением Армении против Азербайджана и даже вопросу оккупации. Чуть ли не характер защиты христианского мира от мусульман. И эта трактовка была характерна прежде всего для Европарламента, скажем. А вот сегодняшняя международная конференция в Баку о важности преодоления исламофобии как раз рассматривала различные аспекты этой негативной тенденции. Что скажете по этой линии? Нет, безусловно, так называемый Нагорно-Карабандский конфликт или же та ситуация, которая сложилась вокруг Нагорного Карабанды начиная с начала 90-х годов прошлого века, она всегда с армянской стороны пыталась представляться в качестве противостояния ислама и христианства. Даже если сегодня посмотреть на те высказывания, которые делаются со стороны официальных лиц, или же как минимум те визиты, которые осуществляются со стороны, в том числе и со стороны официальных лиц Армении, они как раз-таки опять-таки устремлены в направлении европейских стран. Даже вот чуть раньше мы заговорили о визите господина Алиева в Германию, а буквально несколько дней тому назад даже был же тот же самый визит, скажем, пример министра Армении Пашиняна, опять-таки в Германию. И были официальные встречи, где говорилось и о Лачинском коридоре, и о нуждах и потребностях армянской общины Карабахского региона и так далее. Вот именно сегодняшняя, буквально на пресс-конференции высказанное мнение со стороны Эмкома Алиева касательно недопущения сепаратизма, это был ответ на те аспекты, которые обсуждались между Пашиняном и Шольцем во время поездки в Германию, премьера министра Армении. И вот я думаю, что вот как раз-таки вот все те попытки, которые сегодня делаются со стороны Армении в плане как бы привлечения внимания прогрессивных сил как бы мирового сообщества, в основном делаются в акценте на то, чтобы привлечь побольше внимания христианских стран. В основном христианских стран. То есть можно, да, об этом открыто не говорится, но тем не менее христианская солидарность или различного рода принципы, о которых, скажем, тот же самый, скажем, Эчмиадзин пытается пропагандировать и так далее. То есть мы, по крайней мере, знаем и те визиты, которые осуществляются, скажем, католикосом всех армян и так далее. Попытки привлечь в этот процесс и Ватикан и так далее. То есть все это говорит о том, что все-таки они еще лелеют надеждой на то, что, скажем, христианский мир поддержит их такой сепаратистский пыл на Южном Кавказе и создаст, как бы, не скажем благоприятный путь, а, скажем, создаст так называемый механизм религиозного давления, скажем, пусть на Азербайджан, который является светской стороной, но тем не менее мусульманской стороной. Ну, то есть опять здесь просматривается вот эта традиция историзма, да? Попытки опять не сойти с того пути, который имел место еще, скажем, век назад. Дело в том, что ведь мы же помним из истории те же самые крестовые походы, которые были еще там в 11-15 веках и так далее. То есть всегда была попытка заиграть вот на этой религиозной ноте. И вот то, что сегодня происходит во всем мире, и в основном в контексте исламофобия, о котором вы сказали, да? Я думаю, что вот та конференция, которая сегодня проводилась в Азербайджане, она еще будет проводиться, она как раз-таки является таким достаточно сильным и достаточно чувствительным ответом Азербайджана на подобные высказывания и на подобные действия, и в основном не только в странах Северной Европы, скажем, да, те же самые скандинавские, скажем, даже взять бы то же самое, скажем, Францию, которая вроде бы является приверженцем демократических принципов, а на самом деле, как правильно заметил Ниджан Бек, в плане Корсики совсем придерживается других норм. Мы еще вспомним... То же самое и в плане исламского меньшинства в стране. Да-да-да, то есть достаточно такой большой букет, разнообразный букет всех всяких норм и ценностей, которые в корне, скажем, нарушаются, в корне притесняются, и не только Франции, и отчасти многими, скажем, странами, в том числе и европейского континента, иногда преподносится это в плане того, что якобы у каждого общества есть свои, как бы, ценности. Но тем не менее, как бы, проповедуя ценности такого чисто христианского плана, на самом-то деле, в открытую притесняются ценности исламского мира. И вот как раз-таки сожжение Корана, нападение каких-то радикальных, экстремистских группировок на тех людей, на женщин, которые ходят в хиджабах, или же там принятие каких-то законов, недопущение, скажем, посещение учебных заведений в закрытые коллапы и многое другое. Даже нападение на мечети, да, вот несколько нападений было, во время которого было убито большое количество мусульман, которые пришли туда для того, чтобы просто произвести обряд религиозный, намазы и все остальное. К великому сожалению, вот это имеется. Я не говорю про те карикатуры, которые там в журналах издаются. Это как бы я оставляю на потом. Всему предоставлялось такое слово, как свобода самовыражения. А когда дело, вот мы приводили пример, дело коснулось того, что была карикатура на Макрона в период пандемии, когда был нарисован такой шарж, да, скажем, на проезжей части. Да, я помню. Да, его в форме Гитлера, что там запреты на выход из дома и так далее, то его адвоката подали в суд и оштрафовали человека, который являлся художником этого шаржа. Там 10 тысяч франков, кажется, была сумма. То есть опять мы видим то, что вот Ниджат Малимбель говорила, эти двойные стандарты. Да, да, двойные стандарты. И даже это не просто двойные стандарты. Это подход, который противоречит всем канонам даже международного права. Взять бы хотя бы ту же самую кортику, о которой Ниджат Малимбель сказал, я второй раз как бы заостряю внимание и на этом тоже. Дело в том, что там же весь сыр бур из-за чего? Из-за того, что было принято решение о запрете корсиканского языка в парламенте острова Корсики. Запрет языка – это как раз-таки из той череды, которая в основном противоречит устоям принципов международного права, прав человека и так далее, его свободы. Дело в том, что взять хотя бы, скажем, Азербайджан, о котором мы постоянно говорим, страна, которая придерживается принципа мультикультурализма. Сегодня проводится конференция по исламофобии. До этого был Бакинский глобальный форум. Огромное количество мероприятий, которые в Азербайджане проходят. Ведь они все проходят под эгидой ценностей мирового масштаба, ценностей, которые придерживается мировое сообщество. Весь прогрессивный мир проповедует эти ценности. И Азербайджан является активным участником вот этого процесса. На территории Азербайджана проживает огромное количество этнических групп, которые говорят на своем языке, пишут на своем языке, есть школы со своими языками, есть культурные центры, о которых вы чуть ранее упомянули по поводу культурной автономии и так далее. То есть есть много чего такого достаточно позитивного, которое в качестве модели азербайджанского мультикультурализма мы можем как бы преподнести и той же самой Франции. А во Франции что происходит? Корсика 150 тысяч населения. Они ущемляются во всех правах. Я не говорю о том, что тот префект, который назначен, скажем, Елисейским двором, принимает такие жесткие решения, во время которых, скажем, в отношении даже тех же самых демонстраторов и так далее, достаточно жесткими мерами предпринимаются шаги для предотвращения выражения недовольства со стороны правоохранительных органов, в том числе и то же самое специальное подразделение полицейских структур, достаточно жестко пресекают всякие... То, что вы говорите, действительно, во всяком случае, в Азербайджане и то отношение, которое даже вот сейчас мы видим, и наличие, ну, к армянам я имею в виду, к армянскому населению, наличие армянской церкви, наличие граждан Армении, и наличие граждан Азербайджана, армянской национальности, то есть фактически идентично тому, как относятся здесь и к титульной нации, и к тем национальным меньшинствам, которые всегда чувствовали и поддержку государства. И даже, вы знаете, вот сейчас, вот вы говорите по мультикультурализму, буквально два дня назад со стороны президента Азербайджана было направлено поздравительное письмо по поводу коронации на имя Папы Франциска, и там как раз подчеркивалась роль Азербайджана и в плане взаимоотношений с Ватиканом, и в плане того, насколько именно тема мультикультурализма, она актуальна для Азербайджана. Да, даже я дополнительно ко всему сказанному просто скажу, минуточку времени у вас отниму. Дело в том, что я живу в районе Насиминского базара, и в бытность Союза, вот этот район, он всецело был заселен, скажем, представителями армянской нации. То есть тут мои соседи в основном были армяне. И вот сегодня, иногда вот проходя по улице, я слышу армянскую речь. И да, это в основном это жены, это там, скажем, члены там вот этих интернациональных семей, но сегодня только в Баку проживает 30 тысяч армян, которые, кстати, имеют удостоверение личности Азербайджана, будучи гражданами, в которых мы видим армянские фамилии. Они говорят на армянском языке между собой, на улице в Баку. Может быть, кто-то может удивиться, даже вот нас, я уверен, что нас смотрят и из Армении тоже, ну и русскоязычное медиапространство, нас за нашими обсуждениями тоже следят. И вот, может быть, они удивляются к этому, но это факт. То есть, будучи бакинцем, я постоянно становлюсь свидетелем от того, что рядом со мной есть соседи и так далее. Да, может быть, я их по именам не знаю, но я знаю этих людей, что да, они из интернациональных семей, они армяне и так далее, и они при желании между собой говорят на армянском языке. Я уверен, что даже из каких-то традиций, они в кругу, члены своей семьи их придерживают, в том числе и армянских традиций. Во всяком случае, вот то, что вы привели, это как раз тоже история Азербайджана, и традиционно это всегда было, фактически создавались все условия для того, чтобы жизнь для любых представителей, любых этносов, она была бы и как отмечалось уже и с точки зрения культуры, и с точки зрения поддержания традиций никто никогда не испытывал. Даже вот у нас в программе принимал участие раввин, имеется в виду ашкеназийская синагога, и он приводил пример, что когда из Франции приезжают евреи, они говорят, когда мы пойдем на шаббат, во сколько службы и так далее, обеспечивает ли полиция безопасность наших ритуалов. А он говорит, я всегда им говорю, какая полиция, здесь вообще нет понятия полиция и церковь, или синагога, или мечеть. А он говорит, что во Франции синагоги защищаются полицией. То есть вот как раз-таки пример Ниджат Малим. Еще хотелось бы вас послушать в продолжение этой темы. На ваш взгляд, все же, не есть ли исламофобия своего рода практическим, если можно сказать, воплощением, ну или как минимум шагами к этому, той идеологической канвы, которая особыми красками стала проявляться, скажем, с 1990-х годов, когда на поверхности оказалась вот эта теория столкновения цивилизаций, то есть как бы обосновывать вот невозможность сосуществования различных культур, различных религий. Ну, я вам так постараюсь коротко изложить. На самом деле вопрос исламофобии, это очень глубокий вопрос. И это не вчерашний, и даже не позавчерашний день. То есть Азарь моим затронул фрагментальный вопрос об крестовых походах. Их было аж целых семь. И в основе этого, несмотря на то, что была религиозная причина освобождения в их понимании священного земли, тогда на самом деле были чисто экономические, чисто социальные, чисто политические проблемы. И тут же мы опять возвращаемся, как ни странно, к нашим, в кавычки, друзьям, французам. То есть во всех крестовых походах французская составляющая, это была основа основ. То есть самая большая армия, самым большим драйвером всех этих процессов именно были французы, их бароны, князья и так далее. То есть именно во Франции... Идеологами и практиками. Да, да, да. Идеологами и практиками. Именно во Франции исламофобия засела как фундаментально традиционное понятие. То есть для них исламская религия это что-то нечто враждебное. Кстати, вот такой вопрос возникает. Мы обсуждаем исламофобию. Но почему в мире не проводилось ни одной конференции по христинофобии, буддизмофобии и так далее. Но два понятия, это антисемитизм и исламофобия, они есть и присутствуют. С антисемитизмом мы знаем, что в итоге было, к чему это привело. То есть это привело к конце фашистской Германии. И это все очень плачевно закончилось. Теперь вопрос исламофобии поднимается. Началось, кстати, сожжение книг. Кстати, да, сожжение книг. И мы вспоминаем вот сожжение Корана. Теперь все идет к тому, вот эта тенденция, которую они развивают, поднимают и так далее. Несмотря на то, что мы прошли фашизм и многие измы, которые негативно влияли на развитие человечества, в итоге вот в Европе сами же они пришли. Сама же Франция же пришла к либеральным ценностям, защите прав интересов, защите прав меньшинств, прочее, прочее, и секуляризм и так далее. Все эти понимания, понятия вышли именно из Франции. Но по отношению ислама эти понятия не работают, к сожалению. Вы говорите о 1990-м году. Я хочу немного назад найти. 50-е годы. Это только что мы закончили Вторую мировую войну. Да, 60-е, 70-е. Это только что закончилась Вторая мировая война. Еще не полностью восстановленная Германия. Еще не полностью восстановленная вообще Европа экономически. И что мы видим в Алжире? Массовая резня мусульман, массовая резня мирных людей, женщин, детей и так далее. Кто это делал? Это делали те же самые цивилизованные. И создание затем музеев. И создание музеев. Это делали весьма цивилизованные, образованные, такие все из себя либералы, рафинированные интеллектуалы Франции, которые поддерживали это все. И обосновывали. И обосновывали. И в итоге, я замечу, мало того, что нет вопроса признания, или не стоит вопрос о признании геноцида, там еще чего-то. Они так вроде бы извинились. А до 1994 года в целом вообще не говорили, что в Алжире, не признавали, что в Алжире была резня и война. Ну, ведь Макрон буквально недавно, несколько месяцев назад, было опубликовано интервью. Он фактически открыто отказался приносить извинения. И даже вот на последнем форуме Вильхам Алиев же призвал извиниться. Призвал принести извинения. Причем в этот момент Макрон совершал визит в четыре африканские страны. Он, президент, кстати, это что было символично, это было на конференции ЛАК, куда президент Азербайджан был приглашен. Кстати, в Алжире тоже символично. И он именно там и предложил извиниться Франции. Но Франция не извиняется. Наоборот, мы сталкиваемся с исламофобией. Вот в какой форме? Именно после Второй Карабахской войны этот вопрос поднялся на новый уровень. Именно в отношении Азербайджана. То есть в отношении Алжира, Марокко и многих других стран мы это проявили, мы это явление видели. Даже в отношении НАТОвской, вроде бы, Турции тоже мы видели. Когда она была в шагу от того, чтобы стать членом Евросоюза, ее просто не приняли. Причины? Вот ты должен признать, Турция якобы должна признать так называемый геноцид и отказаться от признания Северного Кипра и так далее. То есть они поставили ей условия, которые невозможно выполнить. Теперь, я вам напомню еще один такой момент. Еще после уже окончания Первой мировой войны, возвращаясь к Первой мировой войне, когда по мандату Сирия же отошла Франция, это была французская мандатная зона, тогда генерал, один из генералов Франции, Анри Гюро, вот, он пришел на могилу Саладина Айубин и начал топтать могилу и кричать «Саладим, вставай, крест победил ислам». То есть этот вопрос, он стоит слишком глубоко, да, в сознании, в основном в французской части Европы. Мы не видели исламофобию со стороны Испании, мы не видели исламофобию со стороны той же Италии, да, в такой агрессивной форме. Возможно, она и есть в отдельных семьях, в людях, и так далее. Есть разные люди, конечно. В Германии мы не видели то же самое исламофобию. Но основа, основ всей исламофобии, это именно Франция. Нужно знать, и именно оттуда и исходит неприязнь к Азербайджану, и в кавычках «любовь и защита прав армян, регионов, всего», да, то есть всех армян и так далее, крестьянских ценностей. То есть опять вот, получается, мы сегодня у нас внешне, опять-таки, вот мы различные темы, как бы, на первый взгляд рассматриваем, а действительно получается вот реальная стыковка, потому что и Азербайджан, и вы провели вот эти вот параллели, линии в истории. И когда, так сказать, что это сегодняшний день, это хорошо забытая старая история, в общем-то, если проводить аналогию с тем, что было там, ну, даже не два-три века назад, допустим, да, даже буквально века назад, полтора или полтора, то есть мы видим вот эту преемственность, преемственность для этих государств. И опять-таки роль Франции действительно высвечивается здесь. К сожалению, с отрицательной стороны для Азербайджана. Но это имело место и по отношению в свое время к Османской империи, это имело место и уже к новой Турции, имеется в виду Турция от периода Ататюрка. Это имеет то же самое направление к сегодняшней Турции со стороны и Европарламента, как раз-таки и Франции, и к Азербайджану. Опять-таки у Франции была очень серьезная позиция имеется в виду в отношении, взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном. И они сами подрубили сук, на котором сидели. Им опять предоставлена была эта возможность. Возможность была предоставлена в Праге, получило все наоборот. И сегодня, вот как отмечал Азербайджан, именно как раз Берлин получают возможность. Действительно, с точки зрения того, если рассматривать и в прямом смысле, так сказать, текст Олафа Шольца, и так сказать, между строк, мы видим, насколько Германия пытается взять вот эту нишу. Расклад в их пользу, на самом деле. Сложившийся расклад и действия Франции сыграли на руку Германии. Об этом разговор, вот эту нишу, да, все правильно. Они хотят как раз ее взять и работать, скажем, в направлении том, которым работал Евросоюз. Причем было подчеркнуто со стороны Ильха Малиева и со стороны Олафа Шольца положительная деятельность Шарля Мишеля, которые, опять-таки, к сожалению, к сожалению, тормознули со стороны официального Парижа. Напоминаем, что с нами сегодня были Ниджат Гаджев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель» и Азара Лахверанов, руководитель Евразийской платформы «Гражданских ициатив». Спасибо за участие. Интересную беседу. Оставайтесь в СБС, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова